Простыми словами и красивыми кадрами о том, что интересного происходит в нашем большом и стильном городе. Это Beauty Time на 31. Всем здравствуйте. Мода и стиль, история и современность. Выставка с таким названием работает в Челябинском краеведческом музее. А началось все с грандиозного открытия. Масштабное дефиле состоялось в рамках акции «Ночь в музее». А самые яркие моменты этого события попали в наш репортаж. Из всех музейных ночей это, пожалуй, самое модное. Ежегодную всероссийскую акцию «Музей истории Южного Урала» поддержал масштабным фестивалем «Мода и стиль, история и современность». Ну все очень просто. Мы были на мероприятии официальном союза женщин и увидели, что им просто необходимо участие в наших мероприятиях. А нам необходима вот такая хорошая компания. И вот мы с руководителем Натальи Александровны Басковой договорились о том, что будем что-то делать. Что-то позитивное, что-то яркое, что-то интересное на всех наших площадках одновременно. И на детских площадках подряд идут мероприятия, и на открытом мире, и бал, который вот на основной площадке, и на крыше. И вот здесь вот, так сказать, сейчас будет торжественное открытие ночи музея. Мне тоже очень нравится участвовать в различных модных показах. Я, конечно, не это ловлю и с удовольствием это принимаю прямо как аванс. Хочу сказать, что платье на мне тоже из коллекции, которая будет сегодня представлена, эта коллекция Габриэля. Я думаю, что сегодня будет совершенно замечательное мероприятие. Желаю вам всем хорошего настроения, позитива, вдохновения, потому что женщина – это всегда любовь, а любовь – это всегда счастье. Первыми на подиуме появляются модели Союза Женщин Челябинской области. Вместо привычных деловых костюмов – нарядные платья в пол. Образы кинодив выполнены в Доме моды «Фортуна». Это голливудские звезды, оскароносные особы, это церемония награждения Оскара, это ковровая красная дорожка. И вот это все у нас воплотилось, и мы стали подбирать наших клиентов для каких-то образов определенных. Натуральные ткани, многослойность, оригинальный декор – и это тоже мода, только очень прошлых сезонов. Так одевались коренные народы еще в те годы, когда наш модный город был еще старинной крепостью Челяба. Ты понимаешь, какого было женщинам того времени, как они одевались, что они, может быть, чувствовали. То есть это достаточно легкие ткани, это качество, это натуральность. И ты себя в ту эпоху возносишь и представляешь, каково было им жить, как это было интересно, но достаточно трудно. По сути, я вот сейчас на мне вот ассельдар, говорю, как тяжело это носить. Тогда наверняка женщины были покрепче. Затем зрители увидели образы представительниц эпохи просвещения, участниц балов в стиле ампир и красавец периода Бедермайер и Беллипок. Сложные головные уборы, привычные и не очень силуэты, аксессуары и элементы костюма со странными названиями. А это уже новейшая история. Сезон «Весна-лето-2021» – показ от челябинских бутиков и, собственно, дизайнеров коллекции. В современном блоке показа зрителям предложили вспомнить еще недавние, в масштабах истории, конечно, время дефицита, вещевые рынки и логоманию и тот период, когда российские дизайнеры не были столь популярны, как сегодня. Вместе с профессиональными моделями международного агентства «Сигма» в показе принимают участие известные предпринимательницы и общественницы. Это коллекция «Габриэль» по мотивам творчества «Великой Коко Шанель» от семейного предприятия «Дома моды Фортуна». Это тоже обычные женщины, но обычные в том плане, что они и модели, но они руководители организации, узнаваемые фигуры, и которые умеют демонстрировать себя в плане красоты. Они все, это союз женщин, и каждая какую-то общественную нагрузку несет. Очень много благотворительностью занимаемся. Мы работаем со сложными подростками, со сложными семьями работаем. Завершила показ коллекция московских гостей фестиваля «Дома русской одежды» Валентины Аверьяновой. Тоже семейного предприятия, которое возрождает традиции русского костюма и создает уникальные современные вещи, выполненные по старинному кроему. Ночь в музее – это только начало фестиваля «Мода и стиль. История и современность». Целый месяц на площадках музея истории Южного Урала будут проходить творческие встречи, лекции и показы. И, конечно же, здесь работает выставка, где представлены модные предметы за последние 300 лет. От бальных платьев ручной работы до современных купальников из инновационных материалов. Вы смотрите «Бьюти Тайм» – программу о красивой жизни и ухоженной внешности. Продолжаем выпуск. Это всегда порция любви к себе. Там семья, дом, муж, дети, собачки, работа. Теперь я знаю, что полным женщинам тоже можно выглядеть и модно, и удобно. Украшение на самом деле штука коварная. Потому что нужно выходить из зоны комфорта, чтобы почувствовать вот этот драйв, вот эту жизнь. Появился тот забытый, наверное, огонек в глазах. Если на протяжении нескольких месяцев работать над собой, то обязательно возникнет потребность изменить свою внешность. Именно поэтому логическим завершением проекта «Леди Мармелад» является фотосессия в новых образах. Появился тот забытый, наверное, огонек в глазах. Потому что в силу своей профессии, в силу своей деятельности у меня больше преобладает, наверное, мужских черт характера. Потому что я руководитель. А здесь нас раскрыли и раскрывается моя женственность, которая когда-то была утеряна. Мы все абсолютно красивые. Не в зависимости, сколько ты весишь. Если ты любишь себя, тебя обязательно полюбят другие. И в первую очередь нужно всегда верить в себя. То есть всегда, никогда не терять ни в коем случае веру в себя. И тогда все обязательно получится. Стилист «Плюс Сайз» Ольга Харитонова работала с участницами с самого первого дня. Вдохновляла, наставляла, подбирала комплекты. В первую очередь, вот этот проект, это, конечно, люди. Это общение, это выход из зоны комфорта. Здесь девчонки видят себя совсем другими. Там семья, дом, муж, дети, собачки, работа. Здесь совсем другая обстановка. Здесь общение, здесь мастер-класс. Здесь они смотрят на себя прям с другой стороны. Они пробуют что-то новое, которое пригодится им в жизни 100%. То есть никакой лишней информации в принципе в проекте не было. Все для того, чтобы девчонки могли использовать и дальше как-то с этим жить и использовать в своей жизни. Для качественной жизни. Давайте еще раз рассмотрим образ Юли. Только сейчас мы будем смотреть его уже со стороны аксессуаров. В данном случае мы использовали цепь золотую с теплым подтоном. Но мы надели ее наоборот, чтобы перебора здесь не было. Потому что не хочется перегружать. Украшение на самом деле штука коварная. Чуть больше добавил и все. Все, образ теряется. И мало тоже. То есть всегда нужна мера. Здесь мы добавили цепь наоборот. И браслетик, который не такой уж и явный. То есть можем его повернуть и так. Бояться не нужно. Нужно пробовать. Нужно экспериментировать. Просто выбрать для себя нужные цвета. Нужные текстуры ткани. И все будет просто замечательно. Не надо иметь большой гардероб. Можно несколько иметь базовых вещей, которые могут не увеличить твои объемы, а скрасить объемы, быть более изящной и не бояться. Дело в том, что я муниципальным служащим была до недавнего времени. И у меня была только строгая одежда. Четко под расходом. А тут как бы была возможность. Мы примерили спортшик. Вот. И в принципе очень идет. И это интересно. И у меня дочь старшая сказала, говорит, мама, вау, ты так молодежно выглядишь. Теперь я знаю, что полным женщинам тоже можно выглядеть и модно, и удобно. До финала второго сезона проекта «Леди Мармелад» дошли 14 участниц. От 23 до 55 лет. Это представительницы самых разных профессий. Среди них музыкальный педагог, помощник нотариуса, визажист. Пара психолог, учитель математики. Кстати, некоторые из конкурсанток ради перемен в жизни даже приехали из других городов. И это все, не знаю, настолько тебя питает эмоционально, да. Такой заряд огромный получаешь эмоциональный. И тебе кажется, что ты можешь свернуть город. Ты можешь успеть 50 дел, 100 тысяч, я не знаю, сколько дел. Вот. Поэтому, наверное, вот меняешься вот так именно, что ты чувствуешь себя сильнее гораздо во много раз. И что ты можешь все. Что ты можешь все успеть и можешь сделать. Меня больше всего поразило о том, что есть очень много таких же девушек, как я. И они очень все позитивные. И с ними очень приятно, интересно общаться. Для меня это выход из зоны комфорта. То есть я очень стеснительный человек, очень замкнутый. Поэтому, собственно, я и пошла, чтобы как-то раскрепоститься и показать себя в новом свете в каком-то. Перемены, как и внешние, так и внутренние – это всегда тяжелая работа. Но, как признаются участницы, этот путь надо было пройти, чтобы научиться быть уверенной. А в конечном итоге и счастливой. В этом проекте необходимо участвовать девочкам плюс сайз. Потому что нужно выходить из зоны комфорта, чтобы почувствовать вот этот драйв, вот эту жизнь. Это всегда порция любви к себе. То есть любое мероприятие, связанное с красотой, когда ты ухаживаешь за себя, занимаешься, там, танцешь. Некий пройденный этап в жизни, который должна, наверное, пройти любая пышка, чтобы преодолеть какие-то страхи над собой. То есть над своим внутренним миром. То есть что ты все сможешь, что у тебя обязательно все получится. Одеваешься, фотографируешься. То есть ты сфокусирован на себе и ты узнаешь про себя, как тебе хорошо вот так надеть. Или вот так накраситься, вот с такого ракурса сфотографироваться. То есть это информация о себе, не часто позволяешь так много думать о себе. Когда идешь на конкурс, то есть новыми яркими жизнь сияет. И поэтому я всем советую, девочки, идите на конкурс. Даже не пожалеете нисколько. Очень крутые психологи, очень крутые организаторы. То есть очень сплоченная команда. И то есть эти люди на самом деле дают уверенности тебе в себе еще больше, больше. И дальше только двигаться вперед. Партнер проекта «Леди Мармелад» – ювелирный салон «Кассиопея». Мне показалось очень интересно поучаствовать в таком проекте. Подарить девушкам разные комплекции и разные энергетики. Именно те украшения, которые бы они хотели себе наполнить какой-то образ. Ювелирный салон «Кассиопея», улица Дзержинского, 93-Б. Медицинский центр «Новая клиника». Профилактика ковида и реабилитация после заболевания. Мы в самом центре города на Кирово, 159. Телефон 211-07-60. Мы продолжаем серию сюжетов, посвященных проблеме выпадения волос. В одном из прошлых выпусков мы уже выяснили, что, как правило, это является следствием. И необходимо для начала выяснить причину. А сегодня мы выясним, какие способы восстановления предлагает современная медицина. Мы продолжаем серию сюжетов, посвященных проблеме выпадения волос. Ломкость, сухость, тусклость, текущиеся кончики, очаги облысения, высыпание на волосястой части головы, повышенная сальность, перхоть, зуд, чувствительность кожи головы. И это далеко не полный список проблем, с которыми обращаются к врачу-трихологу. А вообще проблемы с волосами могут быть причиной более 50 различных нарушений и заболеваний. Это могут быть и дефициты витаминов, микро-макроэлементов, гормональные заболевания, щитовидные железы, нарушения работы органов пищеварения. Это могут быть очаги хронических заболеваний, паразитарные заболевания, стрессы, даже прием некоторых лекарственных препаратов, ну и может быть даже психические расстройства. Чтобы правильно поставить диагноз, врач-трихолог беседует с пациентом, смотрит результаты анализов и кроме визуального осмотра проводит аппаратную диагностику трихоскопию. Это бесконтактный метод, который позволяет оценить состояние кожи головы, устья волосяного фолликула, стержень волоса, сальность, есть повышенная сальность или нет. И различные, можем посмотреть новообразования непосредственно на волосястой части головы, а также высыпания различные. Это прицельно мы смотрим под линзами разного увеличения и смотрим причину, что может быть. Бывают ситуации, когда нужен дополнительный метод исследования, когда недостаточно одной трихоскопии, но прием врача-трихолога без трихоскопии, он бессмыслен. Все проблемы, связанные с волосами, требуют комплексного подхода. Так, после посещения трихолога, часто пациент направляется к эндокринологу, гинекологу, неврологу или терапевту. И только после этого начинается такой же комплексный курс лечения. Обязательно наружной терапии мы можем использовать как аптечные средства, так и специальные трихологические линейки. Это могут быть шампуни, лосьоны, сыворотки, маски, пилинги. То есть подбираем по проблеме, мы также можем подобрать и уходовые средства. Обязательно каждому пациенту назначается восполнение витаминов, минералов. Назначается физиолечение, это может быть крио-массаж, это массаж жидким азотом, газожидкостный пилинг, дарсонвализация. При необходимости подключаются инъекционные методики. Это мезотерапия, когда готовые коктейли, содержащие витамины, аминокислоты, микроэлементы, вводятся непосредственно в кожу головы. Либо это может быть плазмотерапия, когда уже используется собственная плазма пациента. Причины всех проблем с волосами, как правило, где-то внутри организма, но подливает масло в огонь и неправильный уход. Что чаще неправильно делают пациенты? Это расчесывают мокрые волосы, не пользуются средствами термозащиты, неправильная последовательность нанесения средств по уходу за волосами, либо недостаточно, хоть один шампунь и все. Кстати, даже мыть волосы надо водой определенной температуры. Слишком холодная или слишком горячая, оказывается, может сильно навредить. Горячая вода, она расширяет сосуды. Это приводит к большей чувствительности, к сухости кожи головы, а может повыситься наоборот. Продукция сальной железы увеличивается, голова будет еще сильнее жирниться. То же самое касается холодной водой. Это спазм сосудов, это стресс для волос. Поэтому вода должна быть комфортной, комнатной температурой. Подготовка к визиту врачу-трихологу – отдельная тема. Здесь тоже необходимо соблюдать все рекомендации. В первую очередь, желательно не мыть 2-3 дня кожу головы. Зачем это нужно? Поскольку, когда пациент приходит с чисто вымытой головой, смываются определенные диагностические признаки, и результат диагностики может быть не совсем достоверен. Женщины чаще всего у нас красят голову, да? Поэтому за 2 недели до предполагаемого приема нежелательно красить волос, да? Поскольку прокрашиваются не только волосы, но и волосястая часть кожи головы прокрашивается. И такие элементы, как, например, сиборийные бляшки, которые могут быть, они также окрашиваются прекрасно. И из-за краски мы не видим сосудистый рисунок, не видим устья волосяного фолликула, поэтому диагностика здесь будет затруднена. То же самое касается камуфлирующих средств, которые чаще используют пациенты с выраженным поредением волос, с сединой, когда корни прокрашивают, да? То есть также эти средства мы не используем за 2-3 дня и в день проведения консультации. После химической завивки, ламинирования волос, выпрямления волос желательно, чтобы прошло 2 недели. Если вы приходите и самостоятельно сдаете анализы на витамины и микроэлементы, то за неделю, если вы принимаете какие-то добавки, витамины нужно отменить, чтобы результаты анализов были более достоверные. Курс лечения проблемы выпадения волос длится в среднем от 3 до 6 месяцев. Это кропотливая работа с отсроченным результатом. Причем пациент может долго не замечать улучшений. Здесь как раз и приходят на помощь аппаратные методы диагностики, трихоскопия и фототрихограмма, которые показывают увеличение роста и утолщение волоса. Летние пикники – это не только приятное общение, но и серьезная нагрузка на организм. Как свести ее к минимуму и как не набрать лишние килограммы после летних выходных? С этим вопросом мы обратились к нутрициологу, специалисту по питанию Юлии Антоновой. Калорийность этого блюда в 2-3 раза вырастает. Индекс гликемический намного выше, чем у самого сахара. Крахмал еще туда добавляют. Он сам по себе очень калорийный. Понятно, что калорийность вот этого кусочка мяса вырастет примерно в 1,5-2 раза. Лето, солнце, пикник, шашлык. А потом некоторые жалуются, что за выходные появился лишний вес. Как этого избежать? Какой он рецепт шашлыка, после которого не появляются лишние килограммы? Эти вопросы мы сегодня задаем специалисту по питанию, нутрициологу Юлии Антоновой. Очень хороший вопрос, потому что на пикниках действительно можно не набирать лишний вес, если мы знаем, как выстроить наш пикник. Например, если мы берем не свинину, жирное мясо, а какое-то более-менее постное мясо. Это может быть грудка любая, либо куриная, либо от индейки. Это может даже быть нежирная говядина. И если мы мясо замачиваем, например, в кефире, в нежирной сметане, в ряженке, то мясо получается очень-очень мягкое, особенно если оно ночь полежит, с какими-то специями и великолепно подойдет для шашлыка. Человек, который не любит и не ест мясо, он может также сделать овощной шашлык. Тоже подойдет. А из-за чего все-таки возникает лишний вес? Ведь это не новогоднее застолье, когда мы засели на неделю и не выходим из-за стола. Все-таки мы передвигаемся, иногда удается искупаться в озере или в речке. Мы на свежем воздухе. Почему все-таки этот лишний вес приходит? Почему на шашлыках люди могут набирать вес? Ну, во-первых, очень часто люди маринуют шашлык, ну, мясо маринуют майонезом. Само блюдо получается жирное и высококалорийное. И к шашлыкам очень часто используют алкоголь разного вида. И когда человек пьет алкоголь, он сам по себе очень калорийный, да? И в этот момент еще такое притупляется чувство сытости, человек съедает больше, чем ему нужно. А, кстати, я все время хотела спросить, а почему все-таки алкоголь калорийный? Не калорийный мы можем считать только воду. Остальное все имеет калории. То есть калории имеют жиры, белки и углеводы. То есть везде есть калории. А так как, например, вино, например, делается из винограда, да, то, понятно, виноград это ягода, там есть калории. Там есть сахар, да? Конечно. Если мы говорим про пиво, то пиво помимо калорийности имеет высокий гликемический индекс. Мы, кстати, об этом уже как-то говорили в передачах. И у пива индекс гликемический намного выше, чем у самого сахара. То есть он повышает сахар, когда человек пьет, намного выше, чем просто человек ложкой ел сахар. Отсюда и набирается вес потом. А насколько я помню, да, лишний сахар, который у нас не перерабатывается, не усваивается, он как раз что и становится жировой тканью впоследствии. Если все-таки хочется алкоголь, например, поговорим про вино, да. Вино тоже, как и весь алкоголь, калорийное, но можно сделать напиток, который называется шприцер. Шприцер – это вино напополам с водой разбавленное, еще можно туда кубики льда добавить, и пожалуйста. А можно ли как-то к этой трапезе подготовиться? Может быть, неделю не есть практически, или есть поменьше? Как вот в день пикников, шашлыков, может быть, не завтракать? В общем, как правильно все организовать в течение дня, чтобы не съесть лишнего? Трапеза абсолютно нормальная, поэтому как-то особенным образом подготавливаться к шашлыкам не стоит. То есть у нас также выстроен весь день. Если шашлык – это обед, например, да, или это ужин, то у нас обязательно должен быть завтрак, обязательно достаточное количество воды, обязательно перекусы. Часто в качестве десерта на пикниках выступают сезонные фрукты и ягоды. А как правильно употреблять их, чтобы не потяжелеть на следующее утро? Я бы рекомендовала не сразу после еды их есть, а чтобы промежуток какой-то времени прошел, только потом их поесть. Почему? Потому что мясо, например, переваривается очень долго, там, несколько часов, фрукты быстрее. И если мы после мяса сразу поедим фрукты, процесс переваривания мяса дольше, фруктов быстрее, и они начинают там бродить. И это некомфортно, это может быть вздутие живота, некомфортно будет, поэтому фрукты мы едим просто отдельно. Не сразу после мяса десерта, как отдельный прием пищи. Да, вот, кстати, я слышала такую теорию, когда фрукты едят вообще перед, а не в качестве аперитива подаются. Да, я так рекомендую делать. А еще такой вопрос. Часто шашлыки ассоциируются с кетчупом, с соусом. А насколько я знаю, у тех, кто занимается правильным питанием, к соусам, всегда отношение настороженное. Почему именно так? Кетчуп, который продается в магазине, нужно смотреть состав. Если там много сахара и соли, а в большинстве их действительно это так, крахмал еще туда добавляют, то я бы не рекомендовала его. То есть, если человек, у него есть домашний кетчуп, он сам приготовил, то, пожалуйста, пусть он будет абсолютно нормальный там. А именно в кетчупе самое страшное, это сахар, соль, крахмал, да, получается? Ну, в таком магазине. Вообще, я бы сказала, в соусах. Даже когда мы приходим в ресторан, блюдо может быть хорошее, да, но с соусом, когда поливается, сразу же калорийность этого блюда в 2-3 раза вырастает. Не за счет того, не за счет ингредиентов, а за счет соуса. То же самое с шашлыками. Если соус майонезный, да, или кетчуп с майонезом перемешанный, понятно, что калорийность вот этого кусочка мяса вырастет примерно в 1,5-2 раза. Многие привыкли есть с хлебом. К шашлыку часто идет лаваш. Насколько я знаю, что все, что связано с правильным питанием, оно исключает некоторые сорта хлеба. Как мы можем, опять же, минимизировать вред от мучного в рамках трапезы? Покупать цельнозерновой хлеб. Он продается в магазинах. Именно цельнозерновой. Не зерновой, а цельнозерновой. И там очень состав у него хороший. Как правило, там соли, сахара даже нет. Там, ну, в общем, нужно посмотреть и выбрать для себя. Если вот прям нужно кусочек хлеба съесть, то, пожалуйста, он подойдет, такой хлеб. Итак, резюмирую. Если мясо, то правильное и правильно замаринованное. Если это гарнир, то овощи и много зелени. Обязательно овощи сырые. Если алкоголь, то немного и разбавленный. Если хлеб, то цельнозерновой. И не забывать про питьевой режим. Вы смотрите Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Еще больше сюжетов о красивой жизни на нашем YouTube-канале, а также на страницах в Instagram и ВКонтакте Заходите, подписывайтесь и будем рады за обратную связь А на этом выпуск завершен, до встречи Субтитры сделал DimaTorzok